А это что за хозяйка у меня? Это что она тут, смотрите, натворила сгущеночный блиновый. Еще последний плохо переворачивается. Нормально переворачивается, классно. Такая красивая жена, какая красивая Маташка. Что, красота? А сейчас Танюшечка для вас будет снимать. Рил с участием блинов. Переходите на наш инстаграм-канал. Подписывайтесь, смотрите, смейтесь, наслаждайтесь, кайфуйте. Все для вас, друзья. Пупсики мои хорошие, я очень рада, что вам зашла моя распаковка продуктов с ценами. Точно или вы врете? Очень зашла. Я думаю, кто-то тут не договаривает что-то. Я теперь буду каждый раз показывать. Ну вот давай быстро. Хорошо, я быстро. Минуди. Ребята, я нашла такие эклеры. Очень давно хочу эклеры. Я не знаю, они будут вкусные или нет. Попробую их на камеру. Прямо сейчас. Потому что это будет первый раз. Нектаринчики сегодня были по 3 евро за килограмм. Красивые, большие. Яблочки. Красные были. Точно красные? По-моему, зеленые. 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 Зеленые это ты любишь. Я люблю красные. Два евро килограмма. Извините меня. Вот эту вкусняшку я хочу просить муженька жарить на гриле. Это курино-индюшинные сосисочки. Стоили они где-то 8 евро за килограмм. Сегодня они 5,29. Все. Я молодец. Я люблю скидки. Смотрите, это тоже такая конфетка маленькая на себе. Марципан. Мы еще ее не пробовали. Она ела. Почему мы? Ты? А ты что пробовала? Нет, я не буду есть. Ара, будешь? Ты все со мной ешь. Не надо. Не будешь. Все. И можем куриная грудка. Все. У нас обычно она стоит килограмм. 8,69 евро килограмм. Я взяла за 6 евро. Ты молодец. Все. Все вместе 20 евро. Я молодец. Напишите, что вам это не особо нравится. И мы больше это не будем делать. Напиши. «Ты забыла курточку одеть?» «Ты сейчас замерзнешь очень сильно?» «Не думаю, что ты мне дашь сильно замерзнуть, но…» «Холодно очень». «На улице холодно. 17 градусов». «Мы идем к врачу. Сегодня не в плановое посещение будет. Как мы говорили, Танюшке должны сделать вакцинацию очень хорошую, очень полезную, очень важную. Это важно для ребенка. После вакцинации сказали, что у Танюшки может быть головная боль, тошнота, может даже температура подняться. Поэтому сейчас быстренько ее везем в больницу, а потом сразу домой. И она у нее будет лежать, отдыхать, спать. Побежали? «Да». «Я надеюсь, все четко закончится, без всяких инцидентов». «Обязательно все будет четко». «Не могу сказать, что я прям настроена очень хорошо. Я вообще не люблю эти все укольчики и всякие процедуры, которые причиняют мне хоть какую-то боль. У меня низкий болевой порог. Я всегда все чувствую максимально неприятно и резко. Ну ничего, надо так, как надо. Врач сказал, что это обязательная прививка. Это для малыша будет очень…» «Простите». «Очень-очень важно. Поэтому мы, конечно же, как нормальные, послушные…» «Опять простите. Просто тут начали вдруг нормально парковаться». «Да, раньше с парковкой была вообще такая…» «Свободное место очень большое оставляли, а сейчас…» «Два метра между машинами. Они начали нормально парковаться. Можно закончить свою мысль, извините». «Я там знаю, что я уже говорила». «Очень важно, очень нужно это…» «А, боюсь. Я, как всегда, боюсь этих укольчиков и не настроена. Но ничего, надо так надо. Скоро вообще роды, если шо. Пора настраиваться. И, кстати, по поводу родов раз уже я затронула эту тему. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Это каждый раз страшно или нет? Или второй, третий раз – это уже как-то по-другому…» «Привычно». «Привычно, да. Потому что я, например, очень боюсь. Ну, это нормально, я так думаю. С кем я не общаюсь, все девочки говорят, «Да, страшно, я боялась, я боялась, и второго боялась, и третьего». «Может, кто-то из вас хочет меня успокоить и сказать, что это не так страшно?» «Пожалуйста, подимитесь, напишите…» «Это не так страшно!» «Не больнуйся, малышка!» «Люшка, Сирена, сейчас на вакцинацию. Так…» «Это не так страшно!» «Не больно, малышка!» «Не холодно?» «Нерой, если можешь поднимать, скотар, будете ли ты?» «Нерой, да. Это не так страшно, когда ты не думаешь, что ты не самый трудный, да?» «Алжка, что ты можешь дать до спины, или на спине?» «До дня» «Томору?». «Хотомору, да. «Да». «Все, да». «Алжка, не так страшно. Вы…» «Алжка» «Хот». «Ялзка» «Хот» «Елзка» «Скотар» «Алжка» Вы готовы? Всегда готовы. Вы увидели, уколчик был не болезненный. Все хорошо, пока что Танюша все нормально, себя нормально чувствует, но нам там предупредили, нас там предупредили, что может быть голова окружения подташнивает, рука может быть чуть-чуть будет побаливать и еще там какие-то симптомы, да, сказали? Диарея, может быть температура, прям усталость, упадок сил, все-все-все такое прочее. Ну пока что ты хорошо себя чувствуешь. Это очень хорошо. Я могу пойти на тренировку? Спокойно. Но пока мы доедем до дома, я сейчас еще подумаю. Давай, думай, у тебя есть полминуты, у нас не такая уж и длинная дорога до дома. Ладно, я надеюсь, все будет хорошо. Танюшку везу сейчас домой и дальше я еду на тренировку. Я уже дома и хочу с вами поболтать. Пока что наш там дружок, кружок или пылесос, или как его назвать, работает в той комнате, где я обычно отдыхаю в нашей спальне. Поэтому как раз под шумок займусь полезным делом. В общем, под прошлым видео мы с вами общались на тему этих прививок. И вы просили рассказать, что за прививка. И девчонки писали, что вам не делали. Из Украины точно писали. Девочки, которые рожали в Украине, говорили, что не делали во время беременности никаких вообще прививок. Я поговорила с мамой, она сказала, нет, это обязательно. Когда-то точно делали, когда я вас рожала. Но когда она нас рожала, вы понимаете, да, мне 36 лет. Естественно, я еще погуглила. И в принципе, гугл говорит, что их нужно делать. Это прививка от коклюша, если я правильно говорю, от дифтерии. И еще от одной болезни, которую я не могу вам назвать. Потому что я тупо не могу перевести то слово. В общем, какая-то еще третье такое опасное заболевание. И в принципе, вся информация, которую я вычитала, говорит о том, что это наоборот, это необходимо, это полезно. И всем нужно делать. Потому что, во-первых, ты там до конца беременности, ты защищена. И малыш в утробе там более защищен от этих болезней. И когда он родится, первые месяцы беременности, тоже, ну как бы он под защитой, можно так сказать. Не знаю, напишите свои мнения. Кто рожал там в последние, может быть, 5-10 лет, в каких странах вы рожали, делали вам эти прививки, не делали. Что я могу сказать, друзья? У нас как-то так все, знаете, как эта первая беременность, она вся наобум. Куда, грубо говоря, посылают, туда мы и идем. Да, там спрашиваем, у тех, у тех, у тех, у тех, ну как сказать, консультируемся, можно сказать. Стараемся начитать, нагуглить разную информацию, ну это все так. Потому что, когда ты в другой стране, у тебя первая беременность, если ты там уже пятый раз рожаешь, то, я думаю, ты сам уже все знаешь, что тебе нужно, что тебе нельзя, что можно. А так, ну, на удачу надеемся. Да нет, все будет хорошо, я уверена, если честно, мы попали чисто случайно в очень классную клинику к этому доктору. Он мне очень-очень нравится, такой ответственный, хороший, порядочный врач. Мы к нему, если честно, пошли по той причине, потому что у него, во-первых, был очень высокий рейтинг в гугле по отзывам. И у него была написана Александр и украинская фамилия. И я такая думаю, боже, как повезло, ура, я буду его понимать. Ну это еще было тогда, когда мы только узнали о беременности, сами понимаете. Ой, мусечка. Да, Заюш. Алло. Да, Зай. Да, я совсем забыл, что там кракен убирается. Убирается. Да, ты там ничего не опускай. Алло. Я подведу и сделаю. Хорошо, Любимая. Тебе не будет мешать. Да, я думаю. Ничего мне не будет мешать. Все нормально. Ну, хочу просто, чтобы ты не утруждала себя. Не, Заюш, все хорошо. Я сейчас в рабочей комнате сижу, а он там в спальне работает. Хорошо, Любимушка, тогда давай целую. Давай целую. Ай, ребята, я, как обычно, забыла уже, что говорила. С памятью вообще, конечно, жесть. Ладно, наверное, я вас просто попросила, делитесь своими знаниями, у кого как было, кто где рожал и делали ли вам прививки или нет. Если есть девочки, которые рожали не только в Германии, а где-то по Европе, тоже будет очень интересно. Пожалуйста, пишите. Я знаю, что у нас очень много людей из Европы. И мы так даже по статистике видим, что Европа нас смотрит. Поэтому делимся, обсуждаем в комментах. И всем будем очень благодарны. И всем передаем привет. И сейчас сидит и делает бум-бум. Итак, прошло уже где-то часа два. И я вам хочу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу, я себя нормально чувствую. Вроде бы никаких у меня нападений, головокружений, ничего такого нет. Я уже себя так накрутила, что будет плохо. Быстренько пришла, пловчик в духовку закинула, чик-чирик, чтобы все было хорошо. Чтобы мужа пришел и была еда. Хоть он у меня и так не пропадет, даже если я ничего не приготовлю. Но все же, все же я побеспокоилась. Столь я, как видите, я так и не тронула, как муж велел. Ну, они на самом деле очень тяжелые. Я такое не поднимаю, какие тяжести я себя берегу. Вы это понимаете, да? Какая у нас так же давняя беременность. И нам это не надо. Тем более, что у меня такой муж, что все сам сделает. Если бы, может быть, он мне так сильно не запрещал, может быть, я бы и лезла что-то делать. А так, поскольку он у меня такой гиперопекун, то я и рада стараться. А я уже, ребята, тем временем не сама проголодалась. Его нет, он что-то не едет. Я без него обычно не кушаю. Я жду его. Но у нас есть арбузик такой маленький, хороший. Сейчас мы попробуем. Во-первых, я уже вижу, что красненький. И тоже такой, видите, немножечко ударенный. Но ничего, ничего, ничего. Когда хочешь арбуза, то все тебе и так очень даже подойдет. Я так считаю. Так, нарезала как смогла, называется. Но я и так буду очень вкусно есть. Я думала, я пойду. Сейчас все такая лягу спа. А я нет, очень даже живчик. С вами заодно попробую. О, какой хороший арбузик. Илья просто уже соскучилась. После того большого арбуза мне покупали. Я расстроилась, обиделась. И мне аж прям не хотелось. А сейчас я пройдя хотела. Я сегодня забыла свои ключи, когда копчик меня возил. И я забрала его ключи. А сейчас... Девчули! Приветули! А ты же там, Маронка, а вот здесь. Это хорошо? Да, спасибо. Заходите! Спасибо за него. Заходите как-то, давайте. Цем-цем, Заюшик ловишь? Давай. Почти словил, молодец! там еще могла в дырочку улететь вообще хорошо вообще ничего не чувствую вообще мне хорошо я тебя так ждала я даже не спала и кучу приготовила арбузика поела рил сняла даже только еще не смонтировала стульчики не трогала ничего не трогала тренировочке я вернулся моя малышка себя чувствует хорошо не смотря таким удивленным взглядом ты нормально хорошо все ничего не болит нигде не крутится нигде не тянет все нормально хочу магазин а это понятно мы двигаем магазин поэтому ты уже в куртке оделась моя и надела мою куртку говорит все я иду в твоей куртке что тут поделаешь поехали тогда в моей куртке что 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 мне нужно когда я нечего делать ладно мне чего делать я рад что у нее все хорошо ничего не болит прошу говорю давай стрелу мне дорожку возьмем стрела это конфета бомбонерка ее любимая головой ударилась чего это тебе стрелу сколько тут осталось интересно штук я сегодня не ела вчера не ела вчера ела так и так барабанная дробь топового вам 5 штучек осталось 5 штучек с вами возьмите тоже одну я не хочу любимая вообще некрасиво столько я кушаю смотрите у меня такая длинная ложечка на можно лица помощница чтобы не упустить ничего даже даже вылизываю эту штучку но она возраю я боюсь порезаться конечно какие-то вкусные конфеты я не могу как они у меня уже заканчивают надо попросить чтобы тебя еще передали просишь никто не хочет бросить давай не снять скажи кто едет с украину в германию в наш город в город геру с армии тоже можно армии армии стрела нету есть кто-то едет по-братски если кто-то по-братски едет германию принесите моей жене конфеты как конфеты которая называется стрела она у меня беременная по братски очень прошу в долгу не останусь честно говорю по-братски хочу подметить что так нормально прохолодало значит прошелся чуть-чуть у меня руки чувствую замерзли холодно уже очень холодно все закончилось да там лето море абрикосы эх вообще кстати магазинах нет никаких фруктов только груши и яблоки хочу каких-то других фруктов и ничего нету еще я не обсудила тему кстати то что я поправилась для свой период беременности на 5 килограмм вот молодец это хорошо да я думаю что хорошо а то что ты как пошла на беременность скажем какая какой вес был когда ты пошла я открыла этот свою такую книжечку матерпас в котором все у всех есть материнская книжка так называемая в любой стране и там все данные записываются каждый раз когда идешь больницу вес давление еще там какие-то факторы и танюшка посмотрела что она пошла там с определенным весом и за этот период набрала всего лишь 5 до молодец умничка не будем говорить какой вес был когда она пошла потому что ей это не нравится я не хочу сделать так что моей женушки было неприятно просто знаете был там вес ты хочешь сказать что когда ты приехал в германию я была большая я тебе могу сказать когда ты из украины поехала уже что-то было не так если по-честному вообще-то я такой стала в армении я тоже был так жестко набрали мы же из бали прилетели в армению до этого мы жили полгода на бали не были сухие как просто листочки такие просто нигде не жри в армении начали мы конкретно есть мощные там еда вкусная ничего не скажешь эти лаваши эти люля вот так постоянно все вкусно ты все кушаешь ты не можешь остановиться этот хлеб везде пахнет и все мы оттуда поехали бегемотами просто да да есть ладно давай домой рука уже замерзла держать камеру я не понимаю что происходит с моей памятью но у меня с памятью не так хорошо как у танюшки или неправильно сказал короче у меня также не очень хорошо не очень хорошо как и у моей жены вот сейчас короче вернулись магазина поднялись домой и я просто не помню закрыл двери в машине или нет я припарковал чуть далеко и этот пульт отсюда не срабатывает пришлось спуститься туда и оказывается я закрыл машину просто я забыл такой шоколад мне порекомендовали подружки что при таком низком давлении как у меня 100 на 50 желательно что-то употреблять какая ты стильная смотрите розовые тапки розовые лосины розовой кофта розовые щечки и вообще красота стиль в одном экземпляре перебивай короче зеленый чай и черный шоколад сказали чем больше какао тем лучше я вообще не люблю черный шоколад и люблю все вкусное ну взяла хотя бы 70 процентов какао там было 90 но конечно же я его не смогу съесть он очень будет попробуем ну ладно ты сам захотел ты сам напросился да да она уже была готова попросить давай половинку этого я не буду я тут вообще не причем я не подписывался на это вкусно смотри какой маленький да мы с вами находимся и там но лучше чем вот эти такие когда-то как мы брали линдовские там мы брали по 95 я вообще их не могла есть этот еще более-менее можно есть доедай что я хотела сказать мысю что я хотела сказать это к тебе и обращаюсь это или у тебя такие провалы с памятью или из-за того что ты всю свою жизнь прикалывался над своей женой всегда он с меня тянул прикол я ему говорила все что ты прикалываешься с меня все к тебе будет возвращаться ну куча всего было второй или давай второй или это синдром беременности есть такие научно доказанные факты что мужчина который очень сильно ждет ребенка вовлечен в этот весь процесс беременности ну короче полностью переживает беременность вместе с женой значит мне надо с тобой не общаться так куда ты денешься тут общайся не общайся синдром тебе передается пойми ты ребенка ждешь точно также сильно как и я понимаю скажу историю на днях я что сделал я забыл документы но вот эту маленькую барсеточку так называем называемую которой мой паспорт анюшкина паспорт короче все документы я забыл эту belt pack эту свою сумочку машине забыл машину закрыть утром только вспомнил что я оставил машине пошел за этими документами все нормально ничего не пропало я ехал на тренировку доехал до тренировку я забыл взять с собой с собой магнитик который открывает проход в зал проход в зал я забыл взять стаканчик для кофе я забыл сказать стаканчик для воды и когда я уже был в зале я вспомнил что опять забыл закрыть машину и потом после тренировки когда я все это забыл и я понял что я все забываю я в зале забыл повязки на пульсники которые мне нужны во время тренировки потом вспомнил все собрал у себя уже ношу и более внимательно это отношусь ко всему кроме того что сейчас машина все я не забуду больше ничего я тебе предлагаю пойти и раскрыть ту твою посылку которая пришла пас и конечно новый открываем ах что тут кто-то уже пробовал открытие вижу я не поняла я не трогал это не ты я думаю это что они так приходят может почтальоны на почте там проверяют не почтальоная просто одна эта шутка это когда-то такой был анекдот ребята у меня очередной пробник атланком духи скорее всего что там что-то духи от какой фирмы lancome слушай за эти говорю они начат они начаты их на почте кто-то открывает и брызгается посмотри так в пробниках не бывает они идут за это так идут не идут так солнце мне что никогда в магазинах пробники не давали они всегда полные запаха даже не идет они не могут открыть как не могут ты что все открыто вот я только что открыла тут еще должны быть такие заклеечки ладно может это я так уже хорошо я хочу попробовать любишь этот брендовый бренд lancome lancome люблю почему очень классно сладкие и мне нравится да вообще-то ребята очень мне нравится посмотрим еще как они будут раскрываться вообще-то сладкие запахи я всегда любила и люблю и буду любить и короче так что я рекомендую вам такую штучку как называется банком ловей меня навеего уже закончили дусе в лаве из дверь прикольный запах если хотите что-то новенькое сходите понюхайте попробуйте мне понравилось и не забудьте поставить лайк за ее за мои старания за мои распаковки за то что я делюсь всем 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 с вами молодец за то что я молодец я себя прекрасно чувствую друзья сегодня закончили спасибо что досмотрели не забываем поставить лайк брат по-братски лайк ставь комментарий написать подписаться и нажать на колокольчик пока